Всем доброго вечера, на связи SPB Founders. И сегодня мы проводим необычный вебинар на тему продвижения в китайских социальных сетях. Как ни странно, мы про глобальные рынки в том числе и решили в этот раз поэкспериментировать и пригласить интересного специалиста Татьяну Карпу. Татьяна, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Спасибо большое за приглашение. Да, очень рада вас видеть сегодня с нами. Поэтому будем рады, если вы нам, как специалист по копирайтингу, по продвижению в новой социальной сети, которая набирает колоссальные обороты, сможете рассказать, как это все устроено, что нужно учитывать. Потому что, как мы можем замечать по нашим фаундерам, многие уже все чаще смотрят на юго-восточные рынки. Поэтому, как ни странно, контент сегодня будет самым, что ни на есть, прикладным. Поэтому буду рада передать слово вам. Давайте начнем. Благодарю большое, Наталья. Очень рада всех видеть. И да, позвольте чуть-чуть более подробно представиться. Меня зовут Карпова Татьяна. Я востоковед-китаист. И одна из сфер моей деятельности – это развитие китайских социальных сетей, в частности, социальные сети Сяохуншу. Социальная сеть Сяохуншу, она для нас является новой. Для Китая она однозначно не новая, она существует уже более 10 лет. И продолжает очень активно, динамично развиваться. Сяохуншу имеет для нас большой интерес для предпринимателей в России, для брендов, которые работают в России и хотят выйти на китайский рынок. Во-первых, благодаря своей большой открытости. Мы с вами все прекрасно знаем о том, что мать всего ТикТока, да и, в принципе, и отец всего ТикТока – Китай, Доу-Инь. Доу-Инь – это китайская версия, собственно, ТикТока, оригинальная. Ну так вот, Доу-Инь, он очень нефрендли для тех, кто работает из России, потому что для регистрации аккаунтов в Доу-Инь нам требуется обязательно китайское удостоверение личности, обязательно китайский номер телефона. И, кроме того, для того, чтобы, допустим, вести продающие стримы в Доу-Инь, для того, чтобы вообще монетизировать эту платформу, нам также требуется какое-то количество определенное подписчиков. Это, конечно, решается различными способами, но, например, покупаются, и есть такая услуга, я тоже способна ее предоставить, покупаются уже прокачанные аккаунты в Китае, но это всегда определенная доля риска. Вот по сравнению с этим, Сяо Хоншу, она просто супер-мега-френдли для российских пользователей. Можно делать аккаунт на свой русский номер телефона, спокойно, абсолютно, без использования VPN, пользоваться платформой. Платформа не пессимизирует пользователей, у которых геотеги из других стран совершенно. Более того, иногда платформа даже проводит кое-какие промо и дает дополнительные просмотры блогерам из зарубежных стран. Поэтому, конечно же, для тех, кто не хочет очень сильно заморачиваться пока, чтобы покупать, доделать вложения в покупку каких-то аккаунтов, регистрация своего в Сяо Хоншу, она оптимальна. Кроме того, Сяо Хоншу – это привычный для нас формат блога и блог-платформы, потому что она сочетает в себе визуальный контент и текстовый контент. Думаю, что все слышали, все в курсе о том, что русские самые читающие вообще потребители цифрового контента, мы обожаем лонг-риды. Это про нас. Так вот, китайцы, они на втором месте по любви к лонг-ридам. И Сяо Хоншу, она позволяет не просто делать красивый визуал, она позволяет еще и развиваться, продвигаться с помощью текста. Можно сравнить, наверное, ее со старой версией Инстаграма до того, как к нам пришли ринс. Ну и, конечно, функция продвижения через видео, она там тоже присутствует. Мы можем с вами потихонечку перейти к следующему слайду. И всегда, когда у меня клиент хочет сделать первые шаги в Сяо Хоншу, то я рекомендую начать с выбора ниши, но на китайском это называется сайдау. Сяо Хоншу она очень не любит, когда мы сильно распыляемся на несколько ниш. Ну, то есть, допустим, у нас есть продавец, чего, продавец БАДов. Вот у меня недавно было сотрудничество с продавцом БАДов из Сибири, который продает в Китай какие-то, иван-чай, и вот эту всю историю. Так вот, очень плохо здесь, допустим, пытаться вести блог сразу обо всем. То есть, изначально у человека была идея, что он будет рассказывать и про путешествия в России, как широкая страна моя родная, и про какие-то шутки шутить про взаимодействие русских и китайцев, и потом параллельно еще про инструкцию. Но, к сожалению, в Сяо Хоншу такая широта, она не очень хорошо работает. Желательно сосредоточиться прямо вот на том, что вы планируете продвигать. Ну, как, например, у меня, у меня есть свой блог в Сяо Хоншу, там 22 тысячи подписчиков, что, кстати, для китайской платформы очень мало на самом деле, потому что мы с вами понимаем, в Китае намного больше людей, следовательно, намного больше пользователей. Поэтому набрать 22 тысячи, это хорошо, но вообще все самое такое серьезное начинается, конечно, хотя бы от СОП. Да, и у меня ниша, это мой личный бренд, консалтинг, услуги преподавателя-переводчика. Очень важно оформление шапки аккаунтов, Сяо Хоншу. Важно оно и для личного бренда, и для корпоративного. И в этом плане есть свои собственные тренды в этой социальной сети, точно так же, как в Инстаграме или еще. Есть, конечно, также в Китае свои специалисты по конкретно оформлению чистых шапки профиля. Ну, в шапку профиля мы всегда стараемся вписать ключевые слова, это, в принципе, работает и для Инстаграма, и для прочих социальных сетей, для того, чтобы вы хорошо выдавались в поиске. Ну, то есть, если вы хотите продвигать условно бренд, который называется «Гордость Алтая», да, и вы продаете БАДы, то желательно вписать в название сразу «БАДы, мед и вам чай «Гордость Алтая». То есть, пусть оно все будет сразу, и вы будете выдаваться по какому-то одному из этих ключевых слов. Также все пространство, которое у нас в шапке есть, надо максимально хорошо задействовать. Вот в «Сиалхоншу» есть такой интересный функционал, вы можете в шапку добавлять не только описание, но еще и хэштеги. Поэтому вы можете выбрать кое-какие хэштеги, которые с вами связаны, их указать. «Геотек» обязательно также можно поставить прямо в шапке. Все будут видеть, что вы из России. Далее, чтобы максимально использовать это небольшое пространство, я обычно рекомендую тезисно писать про продукт, про уникальные торговые предприятия, используя слэши для разделения каких-то тезисов. Например, натуральный чай, продукты из сердца России, и так далее. Чем больше влезет, тем лучше будет работать. Возможно, для личного блога это немного не так, но для корпоративного однозначно полезно. Также сразу хочется сказать о такой сложной теме для китайских социальных сетей, как цензура. Цензура и ограничения и вечная проблема бана. У нас вообще в принципе русские пользователи и компании, когда заходят в эту соцсеть, совершенно не представляют себе, за что их могут забанить. Например, размещают какие-то прямые ссылки в шапке, либо свою почту, либо пытаются переадресовать в инстаграм и так далее. Категорически нельзя делать. За это платформа банит, потому что она не хочет, чтобы мы уводили пользователей на какие-то другие площадки. Но нам надо это делать. Тем более, если у нас не подключен магазин в Селхонж. Ну, соответственно, с этим тоже всем есть возможность помочь, есть обходные пути. Например, какие-то слова, которые мы не можем писать словами, мы пишем смайликами. И огромное количество есть различных вариантов сочетания смайликов, которые понимают китайские пользователи Селхонжу. Ну, например, когда я хочу перевести в свою другую сеть в Вичате, Вичат это мессенджер в Китае, личный WhatsApp или Telegram, то я обычно использую для этого смайлик, смайлик летящего вокруг Земли спутника, потому что в Айсейн созвучно слову спутник на китайском языке. Вот, люди как бы принимают. Вот так, да, то есть очень-очень-очень много ухищрений приходится прикладывать. Соответственно, если не умеем грамотно скрывать вот эту всю контактную информацию, то ее лучше вообще не писать, чтобы в бан не улететь. Ну, и, конечно же, анализ конкурентов. Это то, что требуется делать, когда только создаем свою страничку в Сяо Хоншу. На данный момент удивительно, но факт, в Сяо Хоншу активны уже очень многие российские бренды. Замечательная страничка у шоколада Аленка. Более того, Аленка даже немножко подстроилась под китайскую аудиторию и, например, делает десерты с матчей для китайских покупателей с зеленым чаем. Прекрасная восхитительная страничка, невероятно профессиональная у торговой палаты Беларуси. Мы с ними даже друг на друга подписаны. Они прекрасно стримят, продают белорусские продукты в Китай и отлично привлекают, причем для стримов и русских каких-то, белорусских знаменитостей, звезд и китайских в том числе. То есть это очень интересный кейс у них. Вот так. И даже какие-то неожиданные такие решения, допустим, музей Фаберже в Петербурге сделал свою страницу в Сяухон-Шу и рассказывает о районе Фаберже. И теперь китайские туристы, когда думают, в какой же музей я пойду, они открывают эту соцсеть, а там музей Фаберже уже ждет их. Как известно, музей Фаберже, он в принципе очень хорошо себя продвигает и монетизирует, и он такой, ну, недешевый в категории музеев. И многое продает, то есть у него куча мерча, куча проектов вроде кафе своего, с такими арт-десертами, вот это все он там продвигает, то есть старается, чтобы китайский турист пришел, поел, погулял, и его что-то купил и увез с собой. Это, видимо, в две стороны работает, и в России, и в Китае сразу. Да, 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 да. И что меня просто, в принципе, очень шокировало, в прошлом году я увидела, как в Петербурге сеть, которая делает какао, то есть это просто обычная абсолютно кафешка, ну, замечательная какао, но, в принципе, никак не связанная с Китаем, они просто поняли, что сейчас будут возвращаться китайские туристы, они наняли копирайтера, судя по всему, китайцы, судя по тому, что я там вижу, и продвигаются, и это тоже большое такое преимущество на самом деле, потому что перевести меню на китайский, этого уже недостаточно, а вот сделать, собственно, такую презентацию в китайской соцсети, да у них там пока что нет конкурентов среди, конечно, российских именно, ну, теремок немножко конкуренты, все, вот, вот так, да, и мы можем дальше переходить к следующему слайду. Очень важно, когда мы работаем в Сяо Хоншу, искать баланс в нашем контенте, ну, это немножечко, опять же, к теме того, как я говорила, про, про то, что нельзя распыляться на сразу несколько ниш, надо придерживаться какой-то одной. Люди, какая вообще аудитория в этой соцсети, да, давайте про это поговорим, почему, опять же, она прям намного интереснее, чем в Дуи. в Дуи, 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 очень много праздно шатающейся толпы, в Дуи, в Дуи, в Дуи, очень легко набрать большую цифру, но она будет очень плохо лицегенерировать, то есть покупающая аудитория в Дуи, в Дуи, на дне надо работать. В Сяо Хоншу можно делать продажи даже на маленьком блоге, ну, на маленьком, вроде моего, допустим. И в Сяо Хоншу в основном портрет пользователя Сяо Хоншу, во-первых, по большей части это женщины, это женщины платежеспособные в возрасте 25-35 лет, это довольно часто, ну, либо мамы с детьми, либо какие-то молодые предпринимательницы, белые воротнички байлин, как их называют в Китае. Это те, кто заинтересован в потреблении, те, кто вообще очень любит онлайн-покупки, те, кто готов платить даже не только просто за продукты, но и готов платить за инфопродукты. Сяо Хоншу позволяет открывать магазин, в котором вы не просто будете продавать, ну, какую-нибудь яшбу из России, в которой вы можете хоть презентации свои делать и продавать, то есть что абсолютно угодно. И есть возможность сделать платные чаты, платную, как Инстаграм пытался делать, платные закрытые сторис, ради бога. Это все есть, это все доступно. Ну, и так как у нас пользователь более качественный, чем в Доуина, в ТикТоке, он и более требовательный. здесь уже не пойдет просто долбить продажами и писать, что купи, 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 купи. Поэтому хорошо, когда мы миксуем контент и даем 30% пользы, 30% опытом, 40% личности. Это подходит даже, если мы говорим про корпоративную страничку. Вот, например, недавно мы общались с турагентством, которое продает туры по Карелии. И вот им интересно, как бы им китайских туристов туда, в Карелию отправить. Очень хорошо, конечно, выкладывать красивые фотографии Карелии, но что действительно будет хорошо работать, это если миксовать это с рассказами о каких-то интересных жителях Карелии, снимать видео с какими-нибудь бабушками, дедушками, какие-нибудь истории из жизни местного населения, обычаи смешные, какие-то обязательно посты с опытом, допустим, 10 мест, которые знают только местные в Петрозаводске и так далее. Вот, то есть здесь у нас личность, она уже будет раскрываться через, допустим, истории местного населения. И это все тоже будет подогревать интерес, вызывать расположение. Китайцы в принципе очень уважают пожилых, допустим, люди, уважают традиции, уважают семью. Можно снимать, допустим, какой-нибудь семейный обед жителей Карелии. Бесконечный вариант. Вот, можем переходить дальше. Да, мы можем в Сяухоншу выбирать разные варианты пробежек. Мы можем продвигаться через видео, мы можем продвигаться через кота, и мы можем продвигаться через текст. И должна отметить, что, конечно, в последнее время есть тренд на упор на видео. Ну, во всех социальных сетях сейчас это так. видеоконтент в ряде случаев действительно лучше приносит пользователей. Но я по большей части своим клиентам предлагаю продвижение через текстовый контент. Объясню, почему. Ну, во-первых, потому что, как я уже упоминала сегодня, в начале нашей встречи китайцы очень читающие интернет пользователи. Во-вторых, потому что текстовый контент требует от нас минимальных затрат, как временных, так и финансовых. Чтобы снять видео, нам нужен оператор, оборудование, актеры, написание скрипта, возможно, постобработка, монтаж. Для того, чтобы нам написать текст, нужно только я. Ну, китайский копирайтер. Но тут также мы пару слов скажем про вообще разницу между использованием китайского копирайтера и использованием нашего отечественного копирайтера со знанием китайского языка плюсы и минусы. Текст пишется где угодно, в каких угодно условиях. Текст создается довольно-таки быстро. Он позволяет вносить какие-то коррективы. Вы видео уже никак не отредактируете особо, если вы его там запостите. В текст мы можем внести коррективы любые. Если нам видео забанили, то нам видео забанили. Если текст нам забанили, мы можем это опротестовать. Не так давно у меня был случай с платформой, я записала историю и мне ее заблокировали. Вы никогда просто не поверите, за что могут заблокировать вся уходность у меня, заблокировали за кликбэйт. Как казалось бы, то, для чего существуют соцсети. И это была именно такая формулировка. То есть мне пришлось сообщение о том, что, кажется, вы нарочно привлекали внимание. Ну и как бы я, ну да, как бы мы тут за этим обычно собрались, да. Вот. Ну и я была немного не в настроении, поэтому я не пошла ничего переписывать, я просто возмутилась, написала в ответ, что, ну вы совсем уже гели, ребят. нормальный пост, ничего там какого-то лютого не было, кликбэйта и так далее. И платформа рассмотрела мою претензию, вернула мне, во-первых, сам пост, восстановила, во-вторых, еще и прислала бонусные баллы. Интересно, как вы заметили? То есть на основе искусственного интеллекта на платформе или вручном бонусе? Да. Очень хороший вопрос, кстати. Да, действительно, первую проверку делает бот. Проверка первого уровня всегда бот. Я думаю, что боту кто-то пожаловался. Ну, дураков много ходит. То есть, кто-то решил, да, что надо тут нажать кнопку жалоба и пожалуйста. Да, дальше бот автоматически банит по жалобе и потом уже второе рассмотрение это приходит живой человек. Ну, а живой человек там человеческий фактор тоже. Где-то он считает, что а, нормально разблокировано, где-то считает, что все не так, все плохо. Вот так. Там, да, там много моментов, много моментов вплоть до того, что, допустим, мы снимаем рекламу для отеля в России. Там девушки в купальниках. Они в обычных купальниках, то есть, это не три ниточки. Но Сяохоншу банит за это, потому что у нас можно показывать девушку в купальнике и у нее есть ложбинка между грудей, это нормально. Мы не считаем, что это какой-то развратный. Сяохоншу надо это облачком закрывать. Да. Поэтому, собственно, мы потом это видео никак не поправим, а с текстом у нас есть надежда. Вот. И я обычно рекомендую также клиентам создавать долгоиграющие посты, которые долгое время будут приносить лайки, охваты и лидогенерировать. Объясню, что я имею в виду здесь под этим. У нас есть такие посты однодневки, когда, допустим, мы пишем что-то под тренд. Вот, допустим, визита Владимира Владимировича Путина в Китай, это сейчас популярный тренд в китайских соцсетях, но он пройдет. И пост утонет в куче другого контента. А есть какой-то очень хороший пост, ну, допустим, как у меня был такой пост, как провести день в Москве классно на тысячу рублей. Ну, и там рассказ про то, что прокатитесь на речном трамвайчике, да, пофотографируйте здесь, поешьте в теренке, скрытая реклама теренка, которая сейчас продвигается на китайскую тоже аудиторию, Кофикс тоже пытается это делать. И этот пост актуален уже очень долго, он продолжает, я постоянно вижу, что он продолжает собирать лайки, он крутится, он приносит охват, он приносит подписчиков, и я думаю, что года три, по сути, он еще будет вот так крутиться спокойно. Вот, поэтому мы стараемся делать ставку на такие посты для того, чтобы, если вдруг, а это бывает с каждым, мы немножко забросили нашу страничку, чтобы она оставалась живая, и нам ее, опять же, платформа не пессимизировала, чтобы она видела, что там происходит, продолжают касания, пользовательские просмотры, открывают, сохраняется какая-то глубина просмотра, следовательно, не надо нас ронять сильно выдачу. Вот, можем переходить дальше. Да, тренды, про которые я только что говорила, тренды это отличная вообще идея для клиента, если он, допустим, подзабросил страничку и хочет быстро увеличить охваты и быстро привлечь трафик. У нас довольно много есть трендов в российском инфополе, ну а в китайском инфополе они прямо как грибы после дождя постоянно появляются. Мы вот можем их разделить на категории общественные какие-то горячие новости, вот поездка президента, медийные, какие-то популярные ТВ-шоу. Сейчас отлично используется, потому что очень много пошло контактов между Китаем и Россией в области медиа. Допустим, не так давно Мария Краембрири, знаменитая такая наша певица, участвовала в Китае в ТВ-шоу. Это был тренд, он у меня и в Инстаграме прекрасно залетел, и в китайском вот в Сяохоншу пост набрал 2000 лайков прям в легкую. Да, всем было очень интересно. Сезонные тренды просто золотая ниши бесконечно можно использовать. Это когда, допустим, ну, пожалуйста, выпускные экзамены, 25 мая, выпускной последний звонок. Все китайцы будут обсуждать эту тему, потому что у них тоже свое ЕГЭ, свои проблемы с этим связаны, вступление в университеты. Ради Бога, берем это и говорим, хочешь хорошо сдать ЕГЭ? Секрет русских выпускников, мы просто едим много меда, съел меда, поступил в мед. Да, тут бесконечно тоже. Да, за счет того, что две недели все будут говорить про ЕГЭ в Китае, а у нас две недели пост будет получать больше трендов, но потом, конечно, утонет. Но выполнить свою роль оживит нам страничку. Ну и нишевые, но нишевые это что-то популярное там для нашей целевой аудитории, это зависит от направления. И мы можем идти с вами дальше по презентации. Очень советую использовать внутренние возможности платформы. Что это такое? Это вещь, непонятная несчастному русскому человеку, который привык в соцсетях все делать сам. К сожалению, я не помню, чтобы мне Инстаграм или ВК что-то давал. Ну хорошо, ВК присылает мне регулярно отчеты о том, как у меня поживает, допустим, сообщество с аналитикой. Инстаграм отродясь ничего не делает, тем более после своего ухода. А вот Сяо Хоншу, она мало того, что тоже делает вам аналитику, она еще и имеет, допустим, свою школу с кейсами, с гайдами, по которым можно учиться. То есть у них своя маленькая школа автора для Сяо Хонши, это все бесплатно. У них постоянный розыгрыш пакетов трафика. Пакеты трафика раньше прекрасно покупать можно было через Google Pay, никакой проблемы с этим не было, теперь нельзя. Мы можем купить через агентов, но зачем покупать, если мы можем получить их бесплатно? Чтобы получать их бесплатно, надо просто пользоваться, допустим, центром творческой поддержки авторов, они объявляют какие-нибудь челленджи, спецтемы, мы ставим какой-нибудь тег на свой пост, получаем пакет трафика, используем как хотим. То есть куча поддержки, куча всяких конкурсов, куча всего бесплатного, что можно использовать. Где-то год назад вообще было золотое время, я чуть ли не на каждый свой пост получала подарок в виде трафика, использовала его для следующего поста, он опять дилетал, я опять получала трафик. Сейчас немножко прикрыли вот эту роскошную жизнь, потому что видимо достигли определенного количества пользователей. Но все равно кое-что хорошее до сих пор осталось и работать. Можем идти дальше. Да, тут некоторые примеры успешных постов. Это примеры личных постов. Я немножко хранить расскажу, но акцент сделаю на истории хорошие с именно продажами наших продуктов. Очень хорошо заходит юмор в сочетании с личными историями и небольшим кликбейтом. Ну вот, например, у меня сейчас самый удачный пост. Мы сейчас можем видеть, что на скрине там 7900 лайков, но на самом деле на данный момент он уже докрутился до 9000 лайков. Да, 9400 я вот сейчас открыла. Просто пост про забавную жизненную ситуацию из жизни русского человека. Но я расскажу кое-что более актуальное для собравшихся. Вот опять этот продавец БАДов из Алтайского края. У них широкий ассортимент. Есть и вам чай, есть продукция мед, маточное молоко, все это китайцы любят. Но никто никогда не мог предположить, что оказывается китайцам очень понравится такая вещь, как гематоген. Никто никогда не продавал в Китае гематоген. Всегда считалось, что это очень странная вещь, которую китайцы не поймут. китайцы вообще едят хорошо кровь, например, сгущенную рутинную кровь. Но концепция сладкого чего-то сделанного из условно крови, мы понимаем, что в современном гематогене там крови особо нет. Она для них очень необычна. у меня был такой кейс, я сделала пост про гематоген. Я просто рассказала, что все русские дети едят кровь. На этот кликбейт отлично зашли читатели, а дальше была трогательная история с детства русского человека, рассказала, что все мы в аптеке просили у мамы гематоген. и что это в принципе была такая самая полезная сладость. А дальше рассказала, что гематоген придумали в СССР, что якобы когда-то была медвежья кровь, и все вот это в совокупности кликбейтный заголовок, воспоминания про детство, потом немножко про СССР, а китайцы обожают тему СССР, и конечно же упоминания медведя. Оно все сделало такую буйную смесь, что люди стали писать, а где купить гематоген. Оказалось, что в Китае гематоген купить негде. Тем временем китайцы, проживающие в России, нагуглили, что гематоген бывает еще с кокосовой стружкой, с кедровым орешком. Он бывает в шоколаде. Они никогда в жизни это все не ели. Ну, кто-то пошел по русским аптекам, кто мог, и стал присылать отчеты там в комментариях, а комментарии можно делать с фотками. Это еще больше взглянило тех, кто читал из Китая и не мог купить. После чего я сказала, как раз пришла к этому клиенту, сказала, ребят, есть гематоген? Они говорят, есть, я говорю, давайте попробуем. Мы начали просто делать верную рассылку через сяокон, чтобы всем, кто писал, хотим попробовать в Китае гематоген, быстро на сайте ввели новую позицию. Я не могу сказать, что мы сделали какое-то безумное состояние на этом гематогене, но он как первая партия продался очень хорошо. И это стало неплохим зачином для того, чтобы дальше гематогену продавать в Россию может быть как-то более широко. И это как раз пример именно хороших прямых продаж, которые за счет вирусного поста были сделаны. Конечно, всегда вы видите Алексея Воробьева, на посте, у которого хороший охват в 7000 получился. конечно, не 9000 лайков, как там в моей истории, но тоже неплохо. Конечно, визуал тоже играет роль, и красивый европейский мужчина, а я напомню, что у нас основная аудитория это женщина вся ухуншу, он тоже хорошо привлекает внимание, можно использовать. Можно переключиться дальше. Да, в Китае, например, вот пример использования узкого ниши тренда крайне популярна пицца экстрасенсов. Да, и это бизнес. Есть те, кто помогают китайцам покупать мерч, скажем так, я не знаю, как это назвать по-другому, от наших экстрасенсов, потому что у каждого экстрасенса есть своя ловчонка, интернет-магазин, там они продают кристаллы, свечи, что угодно. и есть такие помогайки, которые помогают купить это в России и отправить в Китай. Джулия Ванг в свое время, вот, пожалуйста, тоже пост про нее на 2600 лайков залетел, вообще была просто там икона и в Китае невероятно, ну и шепсов они тоже любят и так далее, смотрят, переводы появляются стремительно на Били-Били, Били-Били это аналог китайского Ютуба, вот, и по сути тоже через эту тему можно очень-очень многое продвигать, ну не знаю, Джулия Ванг тоже любит наш мед, да, там, не знаю, там Александр Шепс тоже ходит в музей Фаберже, то есть можно это как-то связать, да, и бесконечно на этой теме паразитировал. Также можно обратить внимание на пример поста, который мы видим в правой части слайда, вот ко мне обращались, люди хотели продвинуть сайт с русской литературой, который был, ну, частично адаптирован для китайцев, то есть кое-какие выкладывались переводы на китайский язык русской литературы. Как раз близился день всемирной книги, поэтому я просто сделала подборочку про то, какие новые издания литературы вышли в Китае, и заодно мы написали, что, а еще вот есть сайт, и вы можете туда пойти и почитать. Ну, и на самом деле для такой очень узкой ниши вполне получили неплохой результат. 138 лайков, потому что тут тоже такая особенность есть у себя у Хоршота. Сложно. Иногда мы набираем вот 2600, а иногда просто пост 20 лайков собирает, и все. И никак это не перебороть. Вот так можем идти дальше. Да, монетизация. Но тут немножко было на слайде про мою монетизацию личную как переводчика преподавателя. Но на самом деле здесь есть разные варианты для корпоративных клиентов. Это может быть продажа услуг, туристических услуг, образовательных услуг. У нас огромное количество сейчас компаний везут китайцев в Россию учиться на какие-то краткосрочные, долгосрочные курсы. Ради Бога. Это продажа каких-то экскурсий, например, на производство, на производство мороженого, очень хорошо пользуются спросом, еще куда-то. Это, конечно, вообще увеличение узнаваемости бренда. Если, ну просто представьте себе, вы едете в незнакомую страну, вы ничего не знаете про то, где там есть пить, и вы одно единственное кафе видели из этой страны в своей социальной сети, ну куда вы пойдете? Ну, конечно, туда, но просто вы других не знаете. Абсолютно. Поэтому вот эта узнаваемость, она даже если не напрямую, то есть если мы какао продадим не через Сяо Хоншу, а если к нам просто потом придет клиент, который нас видел в Сяо Хоншу, то все равно продажа произойдет. Переходим дальше. Да, очень важна вся Сяо Хоншу работа с аудиторией. Тоже большая разница с ТикТоком, с Доу-Инем. Так как у нас в ТикТоке, в Доу-Ине очень быстро сменяется контент, надо постоянно создавать новые видео, там не очень получается отвечать каждому на сообщения, отвечать на комментарии, а ведь комментарии и в принципе еще и допустим активное комментирование других аккаунтов в этой нише, оно все на самом деле несет плюсики там в карму в Сяо Хоншу. У платформы есть вообще гайд по самой себе и там рассказывается за что вы набираете плюс. Допустим вас репостнули плюс три балла, вас сохранили в закладке там плюс два балла, вы откомментировали десять аккаунтов схожей тематики, вам плюс десять балла. То есть на это, если есть возможность, тоже надо обращать внимание. Конечно, не у всех есть возможность посадить своего СММщика с китайским языком для того, чтобы он просто там еще и поддерживал теплые отношения. Но если это возможно, то не надо этим однозначно пренебрегать. Ну и оттуда потихонечку выводить аудиторию в ваши другие социальные сети. Чтобы вас не банили из-за конкурентов, а именно конкуренты ходят и пишут там жалобы, пишут и подают, чтобы вас забанили, желательно в плане продаж проявлять умеренную активность. Сяо Хонши идеальная платформа для скрытых продаж. Не надо писать, что сегодня мы продали с тысячи китайцев что-то, что-то. Это вызовет негатив. Будет очень много дизлайков. А вот если мы просто сделали вот, как я рассказываю, историю про гематогены, потом тихонько в личке все продали, никто по сути там, мы не светили это сильно. Тут мы дизлайков не получили, в ванны не улетали, а дел свое сделал. Ну и что там у нас дальше? Что-то осталось или нет в презентации? А, не осталось. Да, не осталось. Я подытожу немножечко, скажу, что с моей точки зрения и спрос на СММщиков с китайским языком однозначно будет расти в ближайшие годы. И количество аккаунтов различных отечественных стартапов и брендов и ресторанных проектов, музейных, туристических и не только и университетов и кого угодно, оно будет сто процентов только расти. Ну, а насколько это будет успешно, это зависит как раз от того, как мы будем учиться работать с платформой, как мы будем готовить специалистов, потому что на данный момент у нас нет, к сожалению, университетов, где бы готовили специалистов по китайским соцсетям. В основном мы либо проходим какие-то краткосрочные курсы в Китае, такие есть, допустим, на базе Народного университета Китая Женни Таачуэ. Ну и, конечно, у нас есть большая проблема с тем, что китайский копирайтер пишет грамотно, но не очень интересно про наш продукт. Российский копирайтер не всегда, к сожалению, пишет грамотно, но пишет интересно. И тут варианты либо делать команду, в которой есть китайский копирайтер, российский копирайтер, либо должен быть высококвалифицированный специалист отечественный с хорошим писанием китайского сетей. Это все немножко моих социальных сетей, да, если есть какие-то вопросы, я готова. Татьяна, спасибо огромное за интересное выступление. Повернули с абсолютно другой стороны то, как может быть, может выглядеть продвижение продуктов, казалось бы, совсем-совсем стандартно. Поэтому я надеюсь, это будет правда полезно нашим слушателям. Дорогие друзья, если есть вопросы, вы можете смело задать их сейчас, можно даже в режиме лайва. Я, кажется, вижу, Владимир подключается. Да, здравствуйте. Очень интересно было, спасибо большое. Вот у меня такой вопрос. Ну, про товары понятно, про туризм понятно, в принципе, это как бы все логично. Вот, у нас как бы главная компания занимается заказной веб-разработкой. Достаточно хорошее присутствие у нас на рынке Европы там, вот, и там как бы понятно, как действовать. потому что уже опыт сложился. В этом году мы достаточно активно начали прорабатывать Китай, вот, пообщались там с несколькими представителями, естественно, нам сказали, что нам нужно свои собственные продавец в Китае, вот. Я бы хотел как раз мой вопрос связан с этим, вот, насколько, по вашему опыту, насколько подобные компании, есть ли опыт у них заходов в или эту социальную сеть, или другие, там, вот, что-то типа такого. Владимир, прошу прощения, просто, почему-то чуть-чуть связь плохо работала, именно когда вы рассказывали, что вы делаете. Да, да, я повторю, мы занимаемся заказной веб-разработкой, мы делаем веб-приложения, ну, там, всякие маркетплейсы, банковские приложения и так далее. Я тогда еще вопрос задам, а вы хотели бы, например, допустим, предлагать китайским клиентам такую версию, что вот они делают какое-то приложение для русских пользователей, да, что-то такое. Нет, нет, не совсем так, мы прорабатывали следующий момент, то есть, вот, например, как мы в Европе присутствуем, да, есть, допустим, чаще всего мы присутствуем не в крупном бизнесе, а в среднем сегменте, вот, и чаще всего, опять же, присутствие у нас следующее, вот есть, допустим, европейский стартап, у него есть, они подняли раунд, и у них резко возникла потребность в разработчиков, соответственно, этих разработчиков на отставе мы им предлагаем, вот, мы проанализировали рынок Китая, именно, то есть, взяли, нам помогли с этим, как бы, наши партнеры, они взяли китайский, я не знаю, ну, я его назову китайский headhunter, и проанализировали уровень зарплат, то есть, мы сравнили их с нашими возможностями, поняли то, что мы там можем, как бы, конкурентно присутствовать, вот, но нас достаточно, как бы, ну, можно сказать, ультимативно, как бы, остановили тем планом, что вам, ребят, нужно, как бы, или постоянное присутствие, или такое, чтобы у вас кто-то был на той стороне, потому что, хоть прогресс не идет, не стоит на месте и двигается, но, как бы, уровень владения английским языком, особенно в мелких компаниях и в средних компаниях, он достаточно низкий, и с вами, скорее всего, никто общаться не будет, вот, в крупный сегмент, вот, большой прям сегмент, вас, скорее всего, не пустят, прям, ну, как бы, открыто сказали, а в мелких, вот, в средний сегмент, где мы, основное присутствие наше и имеется, с вами работать не будут именно по причине языкового барьера, вот, действительно ли это так, или кто-то, может быть, присутствует из российских компаний, может, вы знаете, вот, именно в социальной сети, я сейчас боюсь сказать неправильно сяо хоншу, да, все нормально, little red book они на английском языке называются, маленькая красная книжка, звучит странно на русском языке, больше сяо хоншу нравится, да, сяо хоншу отлично звучит, по поводу вообще английского языка, прямо коротенько скажу, работала, помогала Яндексу, довольно давно было, где-то 2015 год, они делали, ну, хотели тоже выйти на российский рынок, на китайский рынок, и отправили, значит, своих менеджеров, и я от китайской компании встречала их в Пекине, и просто первый вопрос подходят мужчины и говорят, у вас тут что, никто по английски не говорит, а никто не говорил в Пекине, то есть не подсказал им, да, как пройти вообще до офиса, то есть они там пытались как-то наладить коммуникацию, но нет, и надо сказать, у нас там в компании, хотя у нас, а это была компания китайская, как раз рекламная, то есть они делали рекламу для зарубежных брендов Китая, продвижения, SEO занимались, и хотя у нас начальник, владелец всего этого, он вообще учился в Новой Зеландии, но у нас там с владением английским языком в этой компании было очень плохо, и мы, вот для Яндекса, да, они специально там наняли меня, потому что решили, чем мы тут все коллективно будем английский вообще учить, давайте просто одну Татьяну возьмем, которая сможет и в китайский, и в русский язык, но, к сожалению, это правда, и едва ли эта ситуация сильно изменится, тут еще какая проблема, когда даже, когда китайцы у нас хорошо говорят по-английски, у них сохраняется серьезный акцент и довольно сложно понимать, то есть там еще письменная корреспонденция, это она работает, а вот в плане устного общения сложно, сложно, ну и в принципе есть, мы наблюдаем это такой некоторый негатив, то есть когда пытаются общаться по-английски, оно как-то вот отторгает и китайский клиент, и китайский коллега историю, я могу привести тоже из своей деятельности короткий пример, в том числе книгоиздательством занимаюсь переводом китайской литературы, так вот, я когда каталоги запрашиваю на английском языке, книжные, мне присылают намного хуже все, чем когда я опрошу на китайском, мне на китайском присылают каталог, там тысяча наименований, на английском я получила 15 книжек. Это самый русский язык? Да, 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 так что тут вот прям 100%, если спросить на китайском, то ответ будет один, на английском ответ будет прям совершенно другой. Я согласна с тем, что вам сказали по поводу того, что однозначно будет требоваться какое-то присутствие на китайском рынке, какое-то хотя бы небольшое, маленькое представительство, без этого сложно представить постоянную удаленную работу. Что касается вообще вариантов, вы действительно хорошо определили сегмент, мне тоже кажется, что это вот такой малый и средний бизнес для сотрудничества, и я могу сказать на опыте игровых наших компаний, которые сотрудничают с Китаем, их очень много, вот действительно очень много привлекают наших художников, наших разработчиков в области, например, игр. У меня много знакомых работают, делают игру Genshin, и локализируют, и переводят, но она супер сейчас популярна, и в России в том числе, все играют Genshin, Genshin Impact, и поэтому мне кажется, что если так хорошо востребованы разработчики в игровой сфере, художники и так далее, то и в смежных властях это 100% тоже. Что касается присутствия в социальных сетях, я бы, наверное, не рекомендовала здесь как раз зайти через сторителлинг про ваши какие-то кейсы, и можно на самом деле начать с того, что рассказывать, как вы сотрудничаете с Европой, немножко делая реверанс и говоря, что душа-то, конечно, русская Китая больше нужна. Да, да, хорошо, да. Вот, говоря, что... Россия присутствует и там, и там, да? Да, 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 мы, конечно, присутствуем и там, и там, но вы же видите, куда Владимир Владимирович первый полетел после инаугуратора. Вы все сами понимаете. Да, вот по поводу, я хотел бы вставить ремарку по поводу как бы разработчиков. Мы не игровые разработчики, вот, но вот те вакансии, которые мы смотрели, да, действительно, вот, ну, как бы наш сегмент, там, он есть, и такое ощущение, что и рынок достаточно большой, как мы сказали. Ну, в целом, как бы, вот рынок большой, конкуренция большая, там, и так далее, но это же с одной стороны хорошо, то, что и как бы потребность, значит, есть, и деньги, значит, там есть. Вот, поэтому все-таки еще, как бы, дальше продолжаем, ну, как бы копать в этом направлении, смотреть в этом направлении, и вот в данный момент, в принципе, да, находимся в поиске, можно сказать, и продавца, что ли, потому что вот с двоими мы, партнерами общались, они нам, один из-за занятости отказал, другая там, девушка, она устроилась, как бы, вот за неделю до нашего собеседования, она устроилась в китайскую компанию, вот, а, кстати, мы можем побеседовать тогда, если у вас есть опыт с разработчиками игровой индустрии, мы можем побеседовать отдельно? Да, конечно, конечно, там, Наталья может вам передать мой контакт, или как-то еще, это как бы без таблина. Наталья, говорит прям очень плохо, ну, то есть, говорят они нормально, ну, как бы, слышатся слова, но произношение очень, как будто с ирландцем разговариваешь, ну, то есть, ты, как бы, слышишь слова, но не можешь их связать в одном предложении, вот, но и был у меня пример такой, что приезжали ребята и говорили очень, прям, качественно. Я думаю, что если, да, если вы столкнулись с китайцами, у которых хороший английский язык, это ребята из южных провинций, и, скорее всего, это Гонконг, возможно, Макао, Тайвань. Нет, они приезжали до ковида, и они приезжали из Ухани. Из Уханя приезжали. Ну, Ухань, Ухань не назовут сильно южной провинцией. Возможно, тогда обучение за рубежом, потому что огромное количество сейчас китайцев едут в Европу учиться, и действительно английский там выучивают неплохо довольно. Основная проблема – это влияние китайского произношения на английское произношение. У меня у самой после длительного проживания в Китае английский, ну, все шутят, что как будто в Шайнуне учила. вот такой стал. Ладно, спасибо большое еще раз за лекцию. Спасибо большое. Потом я тогда свяжусь дополнительно. Еще раз спасибо. Отлично. Владимир, Татьяна, благодарю вас. Друзья, если у кого-то еще вопросы, можно их озвучить или написать в чате. Так, пока что ничего не видно, но хорошо. Если что, я думаю, можно будет написать что-то под постом в нашем канале. я думаю, мы с Татьяной будем на связи и ловить что-то интересное. Тем не менее, Татьяна, огромное спасибо, что сегодня были с нами. Было очень интересно послушать то, как что-то выглядит с другого конца нашей земли, но так или иначе очень близко к России. Поэтому будем надеяться, что наши инноваторы, наши основатели также посмотрят на этот рынок и на продвижение в китайской социальной сети, которая, как мы сегодня узнали, довольно-таки френды для русскоязычных пользователей. Да, несомненно. В заключении хочу сказать, что есть ведь и довольно много государственной поддержки от Китая как раз для инноваторов. Вот у нас сейчас подписан договор о создании совместного кампуса между Харбином и Санкт-Петербургом. А он как раз для инноваций это собственно и создается. Для того, чтобы поддерживать, выделять грантовую поддержку, упрощать какие-то процедуры по регистрации представительств Китая и так далее. Поэтому, ну, золотой период в принципе, мы хотим с вами. Прекрасно. Как здорово, что об этом мы узнаем здесь и сейчас. Остается только применять это на практике. Хорошо. На этом завершаем. Всем спасибо. До скорых встреч. Спасибо большое, Наталья. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok